Игорь Негода Где-то в каждой серии собираешься в среднем аудитории 8 миллионов зрителей. Ну, само собой, это сериал является экранизацией Джорджа Р. Р. Мартина «Песня да и пламени». И здесь важно сказать, что сериал наконец-то достиг именно той точки, в которой люди, которые читали книги, наконец-то потеряли власть над спойлерами и не могут шантажировать людей, которые смотрят только сериалы. Поэтому дальше я никогда буду говорить «Игра престолов» или «Песня да и пламени». Я буду говорить об одном плотно связанном, нераздельном сюжете. И здесь важно сказать, что, к сожалению, не получится избежать спойлеров. Перед самыми крупными я буду делать предупреждения, но, извините, фатальных никак не имену. И давайте проверим, насколько это действительно хорошо работает. Сейчас будет спойлер, приготовьтесь. Персонаж, которого играет в Шанбин, умирает. И для тех, кто все-таки на всякий случай не в теме, не смотрел «Горь престолов», не читал книги, я кратко расскажу, в чем, собственно говоря, суть. Итак, в далеком, почти уже далеком данный момент, в 1980 году Джордж Мартин занимался написанием научной фантастики и был, в принципе, довольно успешен в этом. А также писал сюжеты для голливудских фильмов и сериалов. Но, тем не менее, он был довольно-таки недоволен всем этим, потому что он утверждал, что ему всегда говорили одно и то же, слишком много букв, слишком длинно, что очень сильно огорчало Джорджа Мартина. Но, тем не менее, редактор начал ему советовать написание книги, уже набиравшим популярность особенно в жанре, это фэнтези, как можно догадаться. И здесь важно сказать, что на самом деле, удивительно, но Джордж Мартин не являлся особым фанатом фэнтези, он, скорее, его не любил. И, зная «Игры престолов», наверное, он такой, что объясняет. Он говорил, что фэнтези — это в основном украшательство всевозможной и розовой генарошки. Итак, все же послушавшись своего редактора и вдохновившись своими любимыми все-таки писателями, и, на удивление, нет, это не Толтин, а Джек Вэнс и Теду Вильямс, Мартин приступил к написанию ряда книг, но решил пойти не самым типичным путем, а собрав все клише и несколько переначив их своим вкусом. Да, он решил быть предельно честными с читателями и преподнося им именно то фэнтези, какой оно могло быть действительностью. То есть это с кровью и потом, это мир, где хорошие парни, которые любят и ждут, умирают, а наряду с минишностью, непризнанием любви, турнирами присутствует насильство и жестокость. Итак, в 1991 году Мартин приступил к написанию первых страниц «Персень дай пламени» и «Игре престолов». И изначально роман задумывался как трехтомник, но далее раздал в своих планах до семи книг. И на данный момент написано только пять, и Джордж Мартин уже очень сильно тянет своим пределом. Последняя книга, шестая, должна была быть написана еще два года назад по обещаниям, но, как видите, 2016 год, а книги все еще нет. Итак, в 2011 году HBO, кстати, да, слово, как и знаете, снял первый сезон. Характерной чертой писателя стала не только ранее упомянутая правдоподобность. Его персонажи не разделяются на черно-белые прообразы, не имеют исключительного иммунитета, и поэтому они могут умирать. А в связи с этим повествование идет со стороны более чем одного персонажа и более чем одного героя. В этом есть свой плюс, и главный плюс — это то, что можно рассмотреть один и тот же конфликт с разных сторон правды. И так мир песни стал уникальным и самобытным со своей историей, геральдикой, картографией или даже летающим счислением. Зимы и лето длятся в мире «Игре престолов» непредсказуемо долго. И даже в дальнейшем уже непосредственно к сериалу был придуман свой собственный искусственный язык, например, такой, как дотракийский. Ну и так, это живой мир, где каждый грезет своей целью и видит ее под своим углом жизни. Действие сюжета начинает развиваться с непредсказуемого представления основных глав семейства, которые ведут борьбу за власть, со всеми вытекающими. Ну а что это? Интриги, секс, предательство, опять секс и кровавая беспощадная война во благо железному трону. То, что представляет власть. Именно в связи с этим произведение порой воспринимается скорее как псевдоисторическое, псеттинге Средневековья. К слову, Мартин действительно очень сильно опирается на реальные параллели, то есть на мифологии или на действительно исторические личности, и даже на исторические факты, то есть, допустим, война белой и алой розы, или, например, смертоубийство Цезаря, или даже о войне троянской. Матья характерно присутствовала в этом мире, но скорее как дозирован в нужном количестве приправа. Были времена, когда ее было много, но к началу сюжета она начинает увядать и теряет свою силу. Но пускай автор избежал яшностей и розовых единорожков, все не так, он не смог избавиться от самоглазного приправы, фэнтези, это драконов. Увы, это, пускай они и мудры в этом мире, но они не столь невероятны, как, допустим, шикарные менторы из Сердца дракона, или Борхау Сапковского, или даже Алдуин из Карим. Но, тем не менее, несмотря как все трое, на все эти трех драконов опираясь, они как-таки разумны, не обладают речи, но их можно оседлать. Что, собственно говоря, успешно и проделало одно семейство на долгие столетия стаоправящей династии в Вестеросе, там, где происходят все события главные, главные крон династии, то есть Таргаринами. Итак, в этом мире также присутствуют и другие магические существа. Это оборотни, здесь они называются варги. И вспоминая Браана Старка, он является ярким представителем как раз варгов, который может селяться в волка, допустим, или в его случае, даже в Ходора. Здесь также присутствуют великаны, которых уже давно никто не видел и мало кто верит. И самая главная угроза человечества — это иные. К слову, здесь еще есть мадья крови. Да, наверное, тоже это очень клишировано в фэнтези, в котором есть именно мадья крови. До непосредственных событий книги все это почти потеряло какую-то огласку, люди перестали верить, и, допустим, упоминание о них можно было встретить только буквально в фразе «Иные бы вас побрали» или «Иной поверит твою честь» ну и прочие ругательства. Ну и в самых лучших типичных условиях фэнтези мадья все же начинает возвращаться к первой книге, первому сезону. Нам показывают иных, которые пытаются атаковать человечество и угрожая тем самым. И «Иные», собственно говоря, или «Белые ходоки» — это полулегендарные чудовищные создания, способные воскрешать мертвых, как зверей, так и людей, превращая их в армию безмозглых рабов — это видхи, упыри или попросту зомби, и, соответственно, тем самым угрожая всему живому. Каковы их намерения или что ими движет, на данный момент сюжета непонятно. Это остается одной из главных интриг Мартина, и здесь, на удивление, довольно мало теорий касательно этого. Почти их, правда говоря, нет. Впрочем, все пока не так плохо. Хотя, что самое главное сказать, да, эти ребята почти неизвимы. Упырей мы все, большинство из нас играли в игры или смотрели в «The Walking Dead», и мы знаем, как убивать зомби — это трубишь голову, все хорошо, но иные их предводители, они с ними намного сложнее сражаться. Единственное, что их может убить, это или сильное пламя, либо обсидиановый меч, либо валерийская сталь. На данный момент все это валерийская сталь и создание обсидианных мечей потеряно в Вестеросе, и поэтому как убивать их довольно сомнительно. И ко всему Мартин еще обещает, что к ветрам, зиму ситуация справится, и все станет еще намного более плачевно. Ну, посмотрим, как еще можно ухудшить «Угру престолов». В защиту от этой рабы нечисти возведена не менее магическая и колоссальных размеров стена, на которой несет свой долг древний орден, ночной дозор. Стена была возведена во времена длинной ночи, беспросветной зимы, которая длилась целое поколение. Тогда иные же вторгались в царство живых и почти все уничтожили. Но объединенными союзными войсками первых людей и орденом ночного дозора, первыми детьми леса, это раса, которая была до людей на континенте этом, и в великом войне человечества, куда же без великого война человечества, Азорахаи, все же были откинуты назад, и вот уже много столетий все настолько было спокойно и тихо, что это действительно стало просто сказкой. И здесь мы наконец-то подходим к главным фанатским теориям и главному читу Джорджа Мартина. Дело в том, что некого рода реинкарнация Азорахаи уже была давно предначерпена, и для того, чтобы раз и навсегда отодвинуть у груза иных, и все было хорошо. В чем главный чит? Если Азорахаи победит, настанет вечное лето, и все, кто сражался на его Азорахаевиче стороне, воскреснут, ну или возродятся каким-то путем. И в рамках Джорджа Мартина это действительно может стать хорошим хэппи-эндом, насколько это возможно. На данный момент очень много собралось кандидатов на роль Азорахаи. И, допустим, первый, это то, что мы знаем изначально, кого нам преподносит, это Станис Баратеон. По верованию в Мерсандр именно он должен победить иных и стать воином человечества. Само собой Дейенерис Таргариен, Джон Сноу, Рейгар Таргариен, Викториан Гриджой, Дава Сиворот, Тирион Ланнистер, и даже Сандар Клиган по прозвищу Пес. Кстати, да, одно из теорий, даже не теория, это действительно на самом деле очень сильно чувствуется в тексте, Пес, те, кто не знал спойлер, как бы погиб, но нет, он жив, он находится сейчас на Тихом острове в виде монаха-послушника, и неважно, станет ли он Азорахаим или нет, он еще должен сыграть свои роли. К некоторым, там, большинство относят еще много других предзнаменаний к нему, но интересный персонаж, например, мой любимец. Но не отходя от темы еще больше от регламента времени, я расскажу о самых трех главных претендентах на эту роль. Это Станис, Дейенерис и Джонни Сноу. Итак, чтобы узнать, кто действительно обещан Азорахай, были сделаны целый ряд предзнаменований, как его можно познать. И первое — это обещанный принц. И, собственно говоря, все даже очень сильно просто. «Песень, да и пламени» или «Песень, да и огня», в зависимости от перевода, переводится как «песень принца, который был обещан из пророчества», которым были одержимы многие Таргарины, так как, согласно этому же пророчеству, обещанный принц и, соответственно, Азорахай должен родиться в семействе Таргариенов от Эриса II, это тот самый безумный король, за которого началось все восстание, и все стало так плохо, и его сестры, т.е. жены, Рейнис Таргариен. Считалось, что пророчества в «Бечном принце» связаны именно с ними, именно с Азорахаем. Итак, Рейгар Таргариен, их сын, и это именно самый тот крон принца, за которого началось восстание, и что-то похожее на Троянскую войну. Он считал, что именно речь идет о нем, но потом, после такой небольшой трагедии у Таргариенов, он разверивался в этом, он разверивался в себе и начал носить это пророчество к своему сыну, назвав его Игоном в честь первого завывателя Вестероса. И еще к двум фигурам, так как, по его мнению, и согласно той же части одной из пророчеств, у дракона, что символизирует Азорахая, так как Азорахая и Таргариен — это одно и то же, должно быть три головы, соответственно, три всадника. И здесь важно сказать, что это уже идет, на самом деле, отдельная теория, которая говорит историю о трех всадниках. И здесь уже несколько другие претенденты. Первый — это, опять-таки, Дейенерис, так как у нее есть драконы. Второй — это Джон Сноу. Забегая вперед, я расскажу вам, почему. И третий — существуют две версии. По-первых, одна из популярных — это Бранд Старк, так как он сейчас в арк и обучается древовидству, и может просто вселиться в дракона. И более популярная — это Тирион Ланнистер, потому что одной из первого взгляда нелепой, но тем не менее вполне существенной теории, он является совсем не Тирионом Ланнистером. И Тайвил Ланнистер не зря говорил, ты не мой сын, потому что, согласно этой теории, он на самом деле Таргариен. И это отдельная история. Если кому-то будет интересно, я могу ответить на это в вопросах. Итак, разберем кандидатов уже более детально. Станис, так как самый первый обещанный, кандидат на эту роль, он является внуком Рейлы Таргариен, но совсем другой, не той, которая обещана в пророчестве. Но по словам Мелисандра, которая твердо убеждена, что это именно он воин человечества, утверждает, что кровь дракона по факту в нем присутствует, соответственно, он может выполнить это условие. Вторая, более смело претендующая на эту роль, это Денерис. Она непосредственно дочь Безумного Короля и Рейлы уже из пророчества. И по мнению мейстера Имон, это именно того мудреца, который был наночен на стене, который слеп и который также является одним из Таргариенов, если кто вспомнит. Она, пророчество было понято неверно, так как, возможно, это может означать не только принца обещанного, но и принцессу, так как в пророчестве подразумевался дракон. А согласно популярному мнению, собственно говоря, в этом мире, не среди фанов, на самом деле драконы бесполы. И, соответственно, они могут быть как женского, так и мужского пола, и может быть и Денерис. Третий претендент — Джон Сноу. Согласно одной из самых шумно обсуждаемой и популярной теории, говорят то, что на самом деле Джон Сноу — это совсем не бастард, это даже Старк, который мега честен и просто за справедливость стоит горой, а на самом деле его сестры — Лилианы Старк, некой такой Елены Троянской, и Рейгара Таргариена. И согласно этому выполняются условия, что он является потомком обещанного семейства и выполняет условия. К тому же в древние времена Старк являлись королями Севера, и таким образом это приобретает двойное условие в обещанном принце. И дальше тем, кто ужасно не хочет слышать спойлеры, рекомендую закрыть уши и напевать про себя Рейнера из Кастомеры, потому что сейчас спойлеров будет целая комба. И опережая вопросы по типу, как же так? Кое-что очень плохое случилось с Джоном Сноу в конце пятого сезона, в конце пятой книги. Как же он может стать Азура Хаем или Обечный Принцем? Ну как? И, говоря про это, есть в уставе ночного дозора небольшая лазейка, которая не дает ему никакого права при этом, даже если бы он был жив, быть кронпринцем, правителем Вестероса, потому что говорится, что я не беру себе ни жен, не надеваю короны. Но одно но. Вся эта клиятма ночного дозора длится до одного момента. До фразы «пока смерть не прервет мой долг». И в данном случае смерть играет действительно положительную роль, хоть когда-то. И таким путем… Печальный Джон Сноу. Дело в том, что на самом деле в мире «Песни льда и пламени» смерть не такое уж фатальное событие. Мы можем вспомнить, допустим, самих иных, но которые воскрешают умерших не совсем разумными. Или даже более удачные случаи. Например, если кто-то помнит, Тороса из мира. Это персонаж, который появлялся в первом сезоне и в третьем. Люди, которые читали книги, возможно, больше хорошо его помнят. Он также, как и Мелисандр, является жрецом Эрглора и обладает свойством, способностью воскрешения. Таким путем он много раз воскрешал предводителя «Братства без знамен». Это парня, который, если вы помните, дрался с псом еще и удерживал Арию Старка небольшое время у себя в заложниках. И таким путем, мы помним, опять возвращаясь к спойлерам ужасным, в конце пятого сезона Станис получил премию «Отца года». Мелисандра сделала просто ужасное жертвоприношение и тем самым набралась столько сил и мощи, чтобы бафать всех направо и налево и тем не менее хилить и воскрешать. Ну и она на стене, на стене Джон Сноу. Есть еще много доказательств, если кому интересно много привести. И таким путем говорят, что Джон воскреснет. И даже есть спойлерные кадры из сериала, которые намекают немножечко на это. Второе предзнаменование — это звезды, пролившие кровь. И почти ко всем претендентам на Азорахае, кроме Джона Сноу и тех, кто уже вышел из этой категории, к звездам, пролившим кровь, относят Красную комету, которая появляется в конце первой книги или в конце первого сезона. Тут больше нечего добавить. В случае с Джоном Сноу все предзнаменования находят себя буквально в пятой книге. Непосредственно перед попыткой убийства Джона Сноу погиб рыцарь Патрикс Королевской горы, забитым насмерть великаном Вун-Вуном. И на самом деле все, что вам нужно знать об этом персонаже, чтобы не забивать в голову этим именем, это то, что у него был плащ, на котором были нарисованы звезды. И при этом событии, перед смертью Джона Сноу, они обогрылись кровью. И, соответственно, это звезды, пролившие кровь. Следующее предзнаменование — это рождение среди соли и дыма. В случае с Таней Сабаратеона, Мелисандра организовала его, так называя, перерождение, как символ веры в своего бога Эрглора, тем самым, когда сожгла изваяние семерых богов на драконьем камне. То есть в прямом смысле среди соли и дыма. Дейнерис Таргарин же была рождена во время шторма на этом самом драконьем камне, и в связи с этим проразвана бурерожденной. Позже Дейнерис переродилась, спойлер, в погребальном костре Акхала Дрога. Перед этим она пролила слезы по-любимому, отсюда соль, и вступила в костер, отсюда дым. Касаемо сном, в то время, как раны Джона дымились на ночном морозе, Боин Марш — это один из его подчиненных, являлся стюардом, во время предательства ударил его тинжалом со слезами на глазах, потому что все-таки это было тяжко. И так же, как и в случае с Дейнерис, такие слезы трактуются как солью, а раны, которые дымились на морозе, были как дым. И если Мелисандра или Король Ночи, это предводитель иных, все же воскресе от Джона Сноу, будет трактоваться более-менее согласно этому условию, но довольно спорно, тем не менее. Четвертое условие — это огненный меч. Легендарный меч Азораха — это светозарный. С этим мечом в руках герой победил иных, и принес в мир на какое-то время. Было три попытки закалить его, этот меч, чтобы он действительно был настолько легендарным и чудесным. Первое — это в воде, а второе — это в крови льва. И здесь, на самом деле, довольно любопытно, потому что, согласно теории про Тириона Ланнистера, он является одним из потенциальных садников. Тем не менее, он является львом отчасти, так как его мать является Ланнистером. И здесь, возможно, некоторые фанаты говорят, утверждая на форуме, что, возможно, Джон Сноу, если кажется, он именно Азорахаем, или Азорахаем, или Азорахаем, закалят меч, который принесет мир именно в крови Кириона Ланнистера. Мрачная версия. И последний способ закалить этот меч — это было в сердце любимого человека. В случае Азорахая — это его возлюбленная жена Миссанитса. И здесь опять очень знакомая игра слов. Если помните, Дейнерис, ее поданные называют Миса-Миса. Это означает «мать», но созвучно очень неплохой намек. И тут фанаты опять кричат «эээ, это, наверное, опять Джон Сноу закалит меч». Бью Дейнерис. В общем, фанаты любят кровожадность. И среди главных, известных на данный момент претендентов меч, который хоть как-то подходит под описание Огненного, есть только у Станисса. Но, как замечал тот же мейстер Иемон, он внимательный, который я уже вспоминала, кто это такой. Меч Джон Станиса, он не горяч, он не излучает тепло. А для того, чтобы это был действительно светозарный меч, и чтобы он убивал иных, нужен действительно сильный, мощный меч. И поэтому ставится под сомнение, что это на самом деле не светозарный. Также, касаемо, допустим, Дейнерис, все может быть трактоваться по-разному. Первое, что говорят, это светозарным станет вовсе не меч в прямом смысле. Это будет яркое пламя ее дракона, одного из самого крупного дрогона и черного, который действительно может уничтожить почти все, что угодно. Во время завоевания Вестера с благодарением над драконом были разрушены крепости или сплавлен железный трон. Или же в втором случае это может стать фамильный валерийский, мы помним, что валерийская сталь убивает иных, меч Таргариенов, черное пламя, которая, скорее всего, находится сейчас у наемников золотых плащей или в Эссосте, что Терриадарь очень это вольный город, что он очень близко находится к тому месту, где находится Дейенерис. И, соответственно, ей очень легко было бы его заполучить, если бы она задалась такой целью. И, говоря про Джона Сноу, это также может быть или в первом случае фамильный валерийский меч Таргариенов, но это уже темная сестра, которая последний раз была у великого бастарда Таргариенова, это Бриндана Риверса. Вот этот персонаж, на самом деле, сейчас все еще жив, и он находится за стеной. Именно он обучает Брама Старка способность древовиться. Это вот тот мудрец, если вы помните, который плетает корни деревьев. Ну и, опять-таки, Джон довольно близко к нему. Или второе, допустим, условие, это у Джона есть длинный коготь. Вспомните первую книгу или первые сезоны, когда первая встреча Джона с упырями, случается пожар, длинный валерийский меч Мормонта взгорает в огне почти, рука полностью разрушена. Мормонт просит своих кузнецов перековать, Мормонт это лорд-командующий, перековать меч заново. Таким образом, можно сказать, что меч был, его достали из огня. Ну и, опять-таки, он валерийский и может выполнять условия. Что особенно примечательно, собственно говоря, на слайде, Джону в одном из видений или сновидений приснилось именно то, что он идет против армии иных, облаченную в черные доспехи и в его руках пылающий меч. И он узнает, на самом деле, довольно близких персонажей в этой Аравии Мертвецов. Что еще важно во всем этом, Мелисандра, делая запрос на видение о Азорахае и предполагая этим Станнис и Баратуона, видит почему-то Джона Сноу. И это отталкивает тоже на теорию, именно, которая склоняется к Джону Сноу, но довольно спорно. Как мы помним, это может быть, на самом деле, несколько персонажей. Пятое условие это пробуждение драконов из камня. Мелисандра убеждает Станниса, что сможет оживить каменные завояния драконов на драконе в камне. Если он даст принести в жертву Эдрика Шторм, ну, драконе камни камни, и Эдрика Шторма, или Джендри по-другому, в сериале, это объединили персонажа, в книге он Эдрика Шторм, в сериале Джендри. Оба мальчика являются бастардами Роберта Баратеона, и обоих спасает от участи принесения в жертву Дава Сиворот, это ясница Баратеона. С Денерис все более очевидно и прямолинейно. В финале Игры престолов из трех каменных яиц вылупливаются драконы во время приношения жертвы Дрога. И касаемо Джона, существует на самом деле две версии. Если он действительно является сын Рейгара, то есть порождению Таргарина, то есть дракон, то когда его тело оледенеет, оно успеет оледенеть, Мелисандра его воскресит, или опять-таки король ночи, это можно будет трактовать как возрождение из камня, а он дракон в таком случае. Или вторая есть версия, что будет на один Дрог Зимы, который в состоянии разрушить стену, и на самом деле костяком стены являются ледяные драконы. И, соответственно, у Джона Сноу будут драконы. Итак, это основные на самом деле фанатские теории, которые касаются основной сюжетной линии. Касаемо всех остальных, если у кого-то есть какие-то мелкие вопросы, или какие-то теории, или, допустим, о восстании Роберта Бартеона, я буду рада ответить на них в вопросах. Валару Маргули, спасибо за внимание. У меня есть сразу два вопроса. Первый. Стену построили после того, как иные захватили почти весь Вестерос. Как их потом выгнали из-за стены? И второй вопрос. Почему они не идут в Эсос? Почему иные не идут в Эсос? Ну, якобы Зора Хай и все это общество, которое объединилось против иных, они все же смогли уничтожить. Тех ребят, которые успели уже перейти за стену, они были уничтожены. Как возведена стена, в данном случае неизвестно. Я уже говорила, что есть на самом деле теория. Возможно, кто-то из вас смотрел Атаку Титана, вы поймете связь, как возведена стена и что могло служить костяком. и таким путем те иные, которые еще не зашли, они не прошли стену, а те, кто прошел, уже был уничтожен. В Эсос они не идут, потому что по каким-то причинам, которые Мартин не объясняет в сериале, тоже не объясняется ни что иные, что мир таки не умеет плавать. Видимо, у них нету достаточного разума, чтобы плыть или выполнять какую-то такую функцию. Просто типа берегу моря, по низу они не могут. Как-то так, наверное. Вот смотрите, фанаты обсуждают во всю «Игру престолов» все эти сложные интриги, которыми там ее наполнил Джордж Мартин, он сколько теорий породил или по поводу того, что там дальше будет. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к теории о том, что Джордж Мартин это на самом деле агент иных из-за стены, и он на самом деле просто готовит общественное мнение к их вторжению. Ну, если, конечно, ответ на этот вопрос не будет спойлером. О, я думаю, это самый главный спойлер из всех, которых можно придумать. В этом явно есть суть. И знаете, мы еще заметили, что наклеечки поразбирали на первую очередь «Молитл Пони», а во второй по «Игре престолов». Есть какая-то связь, наверное, что у «Молитл Пони» есть огромный фэндом, что «Игры престолов» и здесь явно замешаны или иные масоны, или иные, которые на самом деле есть масоны. Что-то так. Какие-то еще вопросы? У меня такой вопрос немного звучало по поводу Пони. Так вот, Роб Старк может вселиться в Пони, как вы считаете? Роб Старк умер, поэтому он не сможет. Его сын... Бранд Старк. Но по идее говорят, что все дети Эдварда Старка и Кэтлин Старк, они в Варге. В принципе, кстати, даже Роб Старк мог бы вселиться. А Бранд Старк, да, может, сто процентов. Даже его в Ходор вселяется. И тогда следующий вопрос, если он вступит в сексуальный контакт с другой Пони, он Пони-фак или все-таки он извращенец? Была, на самом деле, интересная такая глава во всем этом, там, где описывается приключение одного Варга, который был за стеной. И вот он любил вселяться в своего волка. И он любил вселяться в своего волка сугубо, чтобы вступать в отношения с волчицами. И да, у него получались волчата. Поэтому перейдем в вопрос на Пони. Да, возможно, у него будут поняши. Какие-то вопросы более серьезные по теориям? Тут перейдем от темы размножения к более серьезным материям. Дело в том, что в конце пятой книги для тех, кто читал, есть такая последняя, завершающая глава о том, что убиенный Джон Сноу каким-то чудом якобы переселился в своего лютоволка. Как вы к этой теории относитесь? Да, на самом деле есть во воскрешении Джона Сноу три теории. Одна из тех, что я уже говорила, что Мелисандра воскресит. Вторая, то, что на самом деле он разочаруется в людях. Его очень удачно воскресит король ночи, и он будет на самом деле темным Азур-Ахаем. Есть даже такая версия, что на самом деле Азур-Ахай сработает в другую сторону. И, соответственно, третья теория действительно бытует, что на самом деле он призрак, а это, собственно, у лютоволок переселится. Да, есть такое. Но мы узнаем уже скоро. Следующий вопрос. Мне интересно два вопроса. Первый, сколько мечей из валерийской стали в мире Игры Престолов? И второй, насчет Кейтлин Старк, насколько, если я правильно помню, ее воскресили по сюжету. Да, я забыла даже об этом. У тебя есть информация, какое место у Гадона по сюжету дальше? Касаемо Кейтлин Старк, действительно, в книге Кейтлин Старк была воскрешена тем же самым Торосом из мира после смерти Берри Кадандариона. Она такая же вполне разумна, но ее нашли вполне после долгого состояния смерти, можно так сказать. Она не вполне социально-коммуникативна, но, боюсь, согласна тому, что ее до сих пор нету, и линия, которая должна была быть с ней плотно связана, например, Джейми Ланнистера или Брена Старк, до сих пор не появилась в сериале, она пошла совсем по-другому. Скорее всего, к сожалению, Кейтлин Старк не будет. И первый вопрос, прошу прощения, был по поводу… Да, Валерийские мечи, в основном, это было довольно дорогое удовольствие и для знатных семей привилегированные. И в основном было только у главных семейств Вестероса, то есть был валирийский меч у Ланнистеров, но он утерян, было два валирийских меча, про которые говорила у Таргариенов, у Джона, у Старков тоже есть меч, это лед, это меч Эдварда Старка, но который был переплавлен, и вот согласно теории, что Сандер Клиган, который пес, может быть, Азурохаем, говорит о том, что он забрал один из мечей, из которого, когда лед был переплавлен, получилось два меча, и он забрал с собой один из валирийских мечей. Соответственно, очень мало, там буквально, по сути, должно быть семь мечей от силы. Вот как раз из льда, когда было переплавлено, было два меча. Один был, Джеймей Ланнистеру отдали, а второй дали в подарок на свадьбу Джоффри. Джоффри мертв, меч после этого пропал. Ну да, соответственно, из получилось. В общем, три же семь мечей, даже восемь. Три из них, это Утеряны, это Ланнистеров, это Таргариенов, один из Старков переплавлен два, где-то так получается, все не очень. Но, тем не менее, найдены обсидиановые клинки за стеной, и можно им тоже победить все это дело. На ваше мнение, вообще, в чем суть сама это сериала? А Бесконечной войне? Ну, как бы... Это сложный, коварный, на самом деле, вопрос. Я боялся этого вопроса. Да, я тоже, на самом деле, кто что находит в «Игре престолов». Я думаю, что большинство людей, во-первых, покорят этот сериал масштабностью. То есть, HBO задал очень высокую планку, у него очень дорогие... Каждая серия дорого стоит. В среднем, это 6 миллионов. Допустим, девятая серия, которая в каждом сезоне очень глобальна, она доходит по себестоимости где-то в 8 миллионов. Это масштабно очень. Но именно песня «Дай пламени», непосредственная «Игра престолов» — это непредсказуемый сюжет, необычные персонажи. То есть, много достаточно персонажей, которые мы сначала ненавидим, например, там Джейми Ланнистер, мы обсуждаем его, но тем не менее, дальше он начинает вызывать на симпатии. И вот эти вот неоднозначные, многогранные персонажи, это, наверное, очень здорово и все же привлекает. Но, конечно же, там есть порно и убийства. Люди любят, видимо, такое. Прошу прощения. Маленькая ремарочка о валерийских мячах. Seven Kingdoms.ru говорит, что их порядка ста штук во всем устройстве, но понятно, что никто не заделится. А вопрос у меня такой. Ты вот нам рассказала о том, что есть три основных кандидата на роль Азура Ахая, а на слайдах на многих тентакли. Я люблю играть в Джоев. с секундом. То есть, скрытое поддерживаешься такие викторионом. Отлично. Все, вопрос и черт. Я сразу скажу, извини, мне вообще все равно на игру пистолок, вот честно. Вот. Но в чем суть? Моя мама смотрит этот сериал. И я один раз захожу, она смотрит сериал, и я спрашиваю, что это? Она говорит, это инцест, сынок. Вот, я вышел, зашел через пять минут, смотрю, то же самое. Я говорю, что это такое? Она говорит, то же самое. Я вышел, зашел снова через пять минут. Она говорит, что же это? Я говорю, снова инцест. Вопрос. Как оттащить маму от всего этого, да? Нет, нет, нет. Когда ты успеваешь сюжет вообще увидеть? Он есть, он есть. Знаете, срабатывает такой вот эффект, вот когда-то, я уверена, у кого-то был такой неловкий момент, когда смотрите, хороший нормальный фильм, но случаются какие-то нелепые сцены и сто процентов кто-то из ваших друзей или знакомых или родных заходит в комнату и говорит, что ты смотришь? Социальные исследования. Там есть сюжет, на самом деле. И правда есть. Например, вот изначально, пожалуй, маркетологи решили, что таким обильным, не знаю, количеством не порно-сцена эротических было просто привлечено внимание. Не порно-эротических, просто я не заметил. Я сделала вот такое выражение, мне нравится говорить так, мне сделали поправку, поэтому пускай эротические. И на самом деле просто было привлечено внимание. Допустим, в пятом сезоне, если вы можете заметить, уже там сводится, намного реже все, но вы не смотрите, все остальные могут заметить. Смотрите Игру кристолов. Книги тоже очень неплохо описаны. Привет, я хочу спросить, вот смотри, да, хорошо. Из сериала была полностью вырезана ветка с Юным Грифом и Джуном Коннингтоном. И вообще вот в некоторых теориях вроде как говорят, что Юный Гриф может быть действительно одним из драконов. Почему ты о нем не упомянула? И вот что ты сама думаешь, может ли он быть действительно настоящим торгаредом? Ну, я немного упоминала о Игоне, но когда я говорила, что Рейгар, который был привержен сам этой теории, он считал, что он действительно на самом деле обещанный принц, когда разувировался в этом, все принес на своего сына Игона. Но по факту, когда было восстание Роберта Баратеона, все дети Рейгара и его жены были убиты жестоко. И согласно этой же теории, что вы читали, да, он якобы выжил, но там есть еще на самом деле касаемо этого персонажа масса просто объяснений, что это может быть на самом деле подставная утка, это может быть месть Коннингтона, который любил Рейгара, или что, допустим, это все улов Тивариса. И на самом деле сам персонаж верит, что он Игон, но по факту не является. У него нету просто других признанований. Я разбивала, взяла эти три персонажа, потому что можно следовать пророчеству, предсказанию. А касаемо Игона, можно было упянуть только, что он обещанный принц и все. Ну, он может быть одной из голов дракона. Да, может. Буквально даже Сандер Клиган может быть по такой фибельсии. Можно еще небольшой вопрос. Вот как бы ты очень много рассказывала про пророчество и я Зурахая, но тем не менее в том же сериале, особенно первые несколько сезонов, все крутится насчет того, кто будет сидеть на железном троне. Это почему-то всех очень волнует. Вот как ты считаешь, кто в конце концов все-таки на него сядет? Азура Хай. На самом деле то, что я говорила, что по такому предсказанию Азура Мхая может быть совсем не одна личность. Привязывается еще вот эта теория о притрехсадниках и согласно которой популярно обсуждать, что это Дейенерис, которая, скорее всего, может сидеть на троне, Джон Сноу, который окажется главным Азура Хаем, ну и Тирион будет советником опять. Видимо, такая судьба. А возможно, если вообще самое больше всего популярно обсуждают, что железного трона не будет, он будет разрушен или будет разрушен огнем драконов Дейенерис или напастью иных, или просто как символ такой власти тиранической будет просто уничтожен, поэтому потерять свою суть как таковую. Простите, по регламенту у нас последний вопрос уже будет. А их два. Первый вопрос. Ну я понимаю, пророчество все дела, но Ария Старк, то есть почему? Она на самом деле очень длинная линия, но что, никуда идет? Ну Маркин на самом деле очень сильно любит этого персонажа. У нее много чего происходило, она много чего видела, но она все еще жива, ей уделено огромное внимание, заметьте, у Арии Старк было больше всего приключений. У нее был шикарный литоволк, у нее были друзья, она попадала в плен, она сейчас, ну она учится у нас ассина, неважно, что она сейчас якобы не видит, но это просто тоже часть обучения. К ней приносят другие пророчества. В книге было такое пророчество от колдунья на холме, призрака, дерева, мало что говорит людям, которые смотрели сериалы, в которой говорилось, что Ария Старк убьет три персонажа, очень важных, ключевых, и что она действительно станет хорошим ассасином, так как эта ведьма увидела в ней слишком много тьмы и ненависти. Поэтому на данный момент в ключе именно того, кто сядет на железный трон или кто станет из Зурахая, к сожалению, Ария пока не раскрывается. Понятно. И второй вопрос. Я сериал не смотрел, я посмотрел первую серию, потом не выдержал, прочитал книгу и прочитал все книги. Мне нужно смотреть сериал или уже лучше ждать книгу? Насколько я понимаю, то есть вот Мартин больше в сценарии Он ездит такими боном и развлекается, скорее так, поэтому книга, скорее всего, будет не скоро. Обещалось, что будет в начале года, но, судя по всему, Мартин еще не дописал повесть о Ге Дункане, это тоже идет о вселенной Вестероса, и, скорее всего, это будет не скоро. Сериал хорош, сериал открывает в какой-то более полной мере красочно некоторых персонажей, и то, что я уже говорила, вот в пятом сезоне он уже перегнал некоторые основные линии, вот то, что был спойлер про Отца года и Станиса, и вот несколько других таких шуток. Стоит смотреть первый сезон, я сама его начинала несколько раз с трудом, дальше пошло хорошо. Это первый сезон, можно даже более как пилотный рассматривать, дальше HBO получает более бюджета, серии становятся все более качественными, эротические сцены уходят больше на второй план и интриги, и то, что все мы любим с книг, там все присутствует. Все. Всем спасибо. 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 Продолжение следует...